пасхальный кулич который получается с первого раза он просто идеальный вкусный абсолютно не сухой и очень ароматный все как вы любите всем большой привет друзья меня зовут людмила и вы смотрите мой кулинарный канал сегодня предлагаю приготовить вместе со мной вкуснющий домашний кулич я вам скажу что этот кулич один из самых моих любимых куличей так что рецепт проверенный смело можно готовить подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы быть в курсе всех новых и интересных рецептов сначала нужно подготовить опару в миску разминаем 15 грамм дрожжей добавляем одну столовую ложку сахара 3 столовые ложки муки вливаем теплое молоко 110 миллилитров хорошо размешаем накрываем пищевой пленкой и оставляем на 15 минут теперь берем одно яйцо и два желтка добавляем щепотку соли 10 грамм ванильного сахара и сахар 75 грамм взбиваем 7-8 минут если любите послаще то добавьте еще сахара старайтесь брать свежие дрожжи тогда и кулич у вас получится с первого раза яйцам добавляем растопленное сливочное масло 80 грамм и отправляем опару масло должно быть теплым но не горячим чтобы не испортить выпечку аккуратно перемешиваем венчиком до однородности берем муку нам нужно 300 грамм плюс 50 грамм на подпыл муку добавляем порциями перемешиваем хорошо и не спеша главное чтобы тесто получилось однородным и без комочков теперь берем 200 грамм сухофруктов изюм клюква можно добавить еще и орешки в общем что вам нравится то и добавляйте перемешиваем с мукой для этого я оставила примерно одну столовую ложку с общего количества отправляем в тесто вымешивать тесто долго не нужно тесто абсолютно несложное и делается все очень легко и просто тесто у нас готово накрываем его пищевой пленкой и оставляем на полтора часа в теплом месте форму застилаем пергаментом руки смачиваем растительным маслом собираем тесто в шар немножко обминаем его и выкладываем форму отправляем еще в теплое место на 30 минут перед выпеканием верх кулича смазываем желтком отправляем в духовку заранее разогретую до 180 градусов на 50 60 минут готовность проверяем деревянной шпажкой даем остыть и извлекаем из формы делается это легко и быстро еще хочу поделиться с вами оригинальным рецептом покраски пасхальных яиц для начала подготовим красители у меня сегодня будет три цвета в каждом пакетике красителя рассчитано на 250 миллилитров воды при обычной покраске но я добавляю по две столовые ложки кипятка и добавляю 9 процентный уксус для моей покраски нужно одна столовая ложка а вы смотрите по своей инструкции еще нам понадобится три пакета каждый пакет нужно поместить по 150 грамм риса выливаем в каждый пакет краситель и хорошо перемешиваем нам нужно чтобы рис полностью окрасился рекомендую брать хорошие плотные пакеты чтобы ничего не порвалось пока я подготавливала рис яйца уже сварились они нам нужны горячие воду не сливаем берем по одному яйца и закладываем пакет с красителем аккуратно перемешиваем оставляем в таком виде на 20 минут можно закладывать пакет и по два три яйца только осторожно перемешивайте достаем яйца с пакета и по желанию смазываем растительным маслом готовый кулич украшаем по желанию сейчас магазине есть много разных украшений на любой вкус я украшу сегодня вот таким съедобным кружевом это очень красиво и нарядно нежный ароматный кулич у нас получился рекомендую приготовить я уверена что такой кулич вам непременно понравится это невероятно вкусно и очень красиво друзья кулич получился просто шикарный божественно вкусная выпечка я вам скажу пеку его уже не один год рецепт проверенный смело готовьте я настоятельно даже рекомендую вам приготовить для своих родных желаю вам хорошего настроения приятного аппетита веселых вам праздников друзья до новых встреч скоро увидимся пока пока удачи удачи Продолжение следует...